Мы будем плавно закругляться с примитивными типами и переходить к ссылочным. Но есть еще несколько моментов различных преобразований на грани между ними. Первый тип преобразований связан с так называемыми классами-обертками. Для каждого примитивного типа в стандартной библиотеке есть брат-близнец. Ссылочный тип. Класс с таким же названием, но начинающимся с заглавной буквы. Есть только два небольших отличия в написании. Integer вместо Int и Character вместо Char. Эти классы называют классами-обертками, потому что внутри они содержат единственное поле Value соответствующего примитивного типа. Мы можем взять примитивный Int и завернуть его в объект Integer. Если нарисовать, что при этом происходит в памяти, то получится следующая картинка. Примитивный Int это просто 4 байта памяти, в которых лежит значение. Ссылочный Integer это ссылка на объект Integer, лежащий где-то в памяти. А внутри него лежит примитивное значение Int. Классы-обертки полезны в нескольких случаях. Например, для того, чтобы хранить числа и символы в коллекциях. Стандартные коллекции в Java не поддерживают примитивные типы, поэтому приходится превращать их в объекты. Во-вторых, классы-обертки могут пригодиться, когда вам нужно выразить в программе факт отсутствия значения. Для этого вместо переменной примитивного типа вы заводите переменную соответствующего ссылочного типа и храните в ней либо null, либо ссылку на значение. Для упаковки примитивов в объекты в каждом классе-обертки есть метод ValueOf. Такую упаковку в мире Java принято называть Boxing. А получить из объекта-обертки обратно примитивное значение можно при помощи метода IntValue или другого аналогичного метода. Имя тут зависит от конкретного типа. Это называется Unboxing. Также в Java поддерживается неявное преобразование. То есть можно использовать объекты-обертки там, где ожидаются примитивные значения, и наоборот. Вызовы методов преобразования компилятор добавит сам. Как видите, над обертками можно даже выполнять операции. На вид это не отличается от операции над примитивами. Однако на самом деле там происходит довольно сложная работа. Сначала из оберток извлекаются примитивные значения. Над ними выполняется операция. Результат опять упаковывается в новую обертку. Это на порядок медленнее, чем аналогичная операция с переменными примитивных типов. Поэтому к использованию классов оберток надо прибегать только при необходимости.